Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы показываем, как мы высаживаем наши виноградные чайники на проращивание. Сейчас у нас начало апреля и у кого-то из вас может возникнуть вопрос, а почему так поздно? Сделано это целенаправленно, эту тему в сезоне я уже освещала. Раннее проращивание, к сожалению, часто приводит к некачественному посадочному материалу, часто приводит к гибели молодых саженцев. Даже сейчас посмотрим с вами пример. Вот эти саженцы я высадила месяц назад. Это были, скажем так, экспериментальные вещи. Я специально рано проращивала, чтобы вам показать некоторые особенности проращивания виноградных черенков. Ну, видите, вот месяц прошел, а на самом деле, ну, конечно, саженец живой, он растет. Даже там вот виден корешок неплохой, он не один, но не очень это красивый саженец. Там, видите, тоже они такие далеко не в самом лучшем состоянии. Скажем так, что из этого всего, ну, наверное, только вот этот развивается хорошо. С какими проблемами мы часто сталкиваемся при раннем проращивании саженцев и почему? Ну, почему? Потому что еще у нас достаточно короткий световой день, много пасмурных дней, и растения не совсем себя комфортно чувствуют в таких условиях. То есть, чтобы обеспечить им благоприятные условия, нам желательно делать подсветку. Если у нас городские квартиры, там сухой воздух, надо увлажнение, в общем, много всяческих проблем. И с чем мы часто сталкиваемся? Кроме вот не самого лучшего роста, достаточно часто бывают переливы, переувлажнения и, как следствие, загнивания корней. И даже если нам кажется, что вроде мы же не поливали, мы ничего не переувлажняли, тем не менее, молодые корешки могут так реагировать, могут загниваться. И вон, видите, вот побежек, выдают листики, вот это похоже на перелив. Сейчас покажу еще пример. Вот там, видите, тоже начинает отмирать побежек. Ну, это явный признак загнивания корней. При этом, когда мы садим позже, вот у нас уже и солнышко за окном, более благоприятные условия, тепленько. Будущие саженцы начинают гораздо лучше развиваться. Они в итоге ничуть не будут отставать от тех, а даже их перегонят. Разовьют хорошую, красивую зеленую массу. С корешками у них будет все в порядке. Именно поэтому мы приняли решение в этом сезоне высаживать все позже. Как мы это делали, кратенький процесс я вам сейчас покажу. Черенки выдерживались в подвале в кельчеваторе примерно в течение трех недель. В качестве субстрата мы использовали кокосовое волокно. И вот теперь настало время доставать черенки. Здесь мы видим достаточно хорошие корешки. Теперь аккуратно перемещаем их в емкость с водой, чтобы корешки не посохли за то время, пока мы будем готовиться к посадке. Параллельно готовим грунт для посадки, смешивая примерно в равных пропорциях черную землю с участком, песок и перлит. Но это еще не все предварительные этапы. Теперь нам нужно подготовить пакетики. Пакетики у нас ручной работы. Часть отверстий для полива я уже сделала. Делаю дополнительно по центру для лучшего увлажнения. И теперь самый важный этап. Пакетики нужно подписать. И подписываю я их специально с двух сторон на случай, если вдруг одна запись немножко может затереться, либо выгореть на солнышке. Я ее дублирую на каждой из сторон пакетика. Пакетики с названиями готовятся под каждый отдельный пучок черенков. И только когда мы его высаживаем, мы готовим пакетики для следующей партии. Дальше идет непосредственно посадка, при которой самое важное. Мы сначала заканчиваем работу с одним сортом, с одним пучком черенков. Только после этого приступаем к следующему. Подписываем новую партию пакетиков. Высаживаем черенки, выставляем их в отдельный ящик. И переходим к следующему. И завершающий этап посадки это полив. Полив мы делаем через низ, как раз через те отверстия, которые я прорезала. И вот результат нашей работы. Черенки все высажены и расставлены в теплом и светлом месте. Ну вот у нас остается примерно месяц, даже почти полтора до высадки. Повторюсь, что как раз то время, когда саженцы прекрасно... У них и корешки будут развиваться, и вершки. И они, в общем-то, будут такие крепенькие и здоровенькие. Ну и, конечно, вы, наверное, задаетесь вопросом. Но там же что-то есть большое зеленое на заднем плане. Ну вот это большое зеленое, это наши прививочки. Я вам их показывала раньше, показываю сейчас. Видите, гроздочки. Активно здесь все развивается. И почему? Потому что мы прививали их на годовалые саженцы с хорошо развитой корневой, с запасом питательных веществ. Поэтому, конечно, вот такие саженцы, даже при более ранней высадке, чувствуют себя просто замечательно. Ну и эти саженцы тоже скоро активно пойдут в рост и порадуют нас своей красивой зеленой массой. В продажу мы будем отдавать приблизительно 10 числа мая, может быть, чуть позже. Будем смотреть на их развитие. Будем немножко ориентироваться и на погоду. Ну и напомню, вегетирующие саженцы, то есть зелеными листиками, неважно, привитые, либо вот из таких пророщенных черенков, из-за как раз-таки вот этой зеленой массы, транспортировки не подлежат по таким саженцам, только с самого вас. Заказывать их можно уже сейчас, но отдавать мы их будем примерно в 10 числах мая. Ну там уже будем смотреть по установке. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Мои контакты, если возникают какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, на все ответим. И до новых встреч!